Виталий, приветствую тебя! В очередной неделе, соответственно, наша с тобой первая встреча и продолжаем обсуждать технические, фундаментальные возможности, вообще то, что на финансовых рынках происходит. Друзья, все это делается для вас, чтобы было больше информации, больше водных. Мы, конечно же, ни в коем случае не настаиваем на том, что нужно прям открывать под копирку те рекомендации, которые даются. Советуем фильтровать через ваши торговые системы, через, может быть, какие-то альтернативные точки зрения. Чем больше информации, тем лучше. И надеемся, что вы правильно используете информацию. Виталий, ну что, это неделя Non-Farm Perils. Еще один триггер, который впереди, потенциальный источник волатильности, потому что, опять же, какой бы отчет мы ни рассматривали, это все равно в конечном счете разговор о темпах повышения процентной ставки в США. Потому что такого рода статистика, как Non-Farm Perils, оценка общей ситуации на рынке труда, для Федридерова имеет большое значение, точно так же, как и показатели инфляции. Ну, с инфляцией ранее мы уже определились, базовая растет. Кстати говоря, получается, сентябрьские цифры по инфляции выйдут уже через неделю. Интересно будет на них посмотреть. И уже отчет по инфляции будет еще более значимым триггером для движения на финансовых рынках, потому что этот отчет сентябрьский уже точно будет основой для подготовки трейдеров к ноябрьскому заседанию, которое состоится в начале месяца, 2 ноября. И насколько повысит процентную ставку Федрезеров время покажет, но я думаю, что будет четвертая подряд повышения ставки на 75 байсных пунктов с текущих 3,25%, ну, фактически до 4. И американский регулятор сохранит за собой статус региона, точнее, центрального банка, в кавычке возьмем это слово, который удерживает среди развитых стран самую высокую процентную ставку. Посмотрим, конечно же, каким это последствия приведет для американского фондового рынка, но я разделяю прогнозы многих инвестбанков, за которыми слежу, вот Банков Америка, Сити, они по-прежнему прям прогнозируют, что худшие времена для фонды еще впереди. И индексы идет потенциально еще большее снижение. Давайте продемонстрация экрана к нашим с тобой прошлым сделкам. Да, ну, я бы здесь добавил еще по поводу инфляции. Вот недавно в выступлениях главы ФРС был намек на то, что сейчас не самая главная инфляция и процентные ставки. Да, их больше интересует сейчас инверсия кривой доходности. То есть мы знаем, что двухлетки сейчас показывают доходность больше, нежели десятилетки. Да. Да, это их больше всего беспокоит и их интересует, чтобы они, скажем, выровнялись, ну, точнее, двухлетки ушли ниже по доходности, потому что это самая такая большая проблема. А напомню, кто экономист это изучал, кто не изучал, я ранее говорил, может погуглить, что инверсия кривой доходности, это является первым признаком рецессии в экономике. И поэтому вот для них вот этот индикатор очень важен и они будут с ним, они будут на него ориентироваться, не только уже на инфляцию, потому что инфляция, она как бы уже есть, уже достаточно долго, за нее, возможно, все как бы чуть-чуть начинают, ее сила новостей начинает теряться. Да, действительно, по поводу инверсии кривой доходности, двухлетние облигации сейчас котируются на отметке 4,2%, а десятилетки 3,8% ровно. То есть серьезность проекта, который заставляет додуматься, и вот эта инверсия, это не какое-то случайное, скажем так, разовое явление из-за возросшей волатильности, то есть, которая держится там сутки-два, несколько, и потом ситуация нормализуется. Нет, инверсиковая доходность, которую мы наблюдаем сейчас, она продолжается уже очень долгий период времени, больше нескольких месяцев, по-моему, месяца три уже. И это, конечно же, проблема. Согласен с тем, что это признак рецессии, возможно, даже финансо-экономического кризиса. И, может быть, поэтому американский регулятор постоянно подпитывает ожидания того, что ставку нужно разгонять и разгонять, и он рассчитывает и надеется, что вот эти ожидания в конечном счете приведут к тому, что это десятилетняя облигация. Вот, расти быстрее двухлетних, но пока вот ничего не выходит и не получается. Ну и также очевидный факт, что еще хуже ситуация была бы, наверное, если бы сейчас ФРС опустил руки и сказал, что, ну, никаким последствиям положительным для экономики повышением процесса на старт не приводит. Поэтому мы отказываемся от идеи проведения более жесткой монетарной политики и, в принципе, оставляем ситуацию на самотек. Вот здесь, наверное, было бы еще хуже. Если комментировать ситуацию с инструментами, за которыми мы следим, индекс доллара 112.11, после того, как мы с Виталием разбирали общие тенденции на рынке в прошлый раз, индекс доллара ушел на коррекцию. По-моему, тогда чуть выше 113 во время нашего прошлого эфира индекс доллара был. И вот под конец прошлой недели, вот буквально со среды, мы видели коррекционный откат после довольно такой агрессивной попытки покупателей затащить индекс доллара выше 114.50. Сейчас 112.11 и мы видим, что сегодня с азиатской сессии индекс доллара снова выкупают. И я допускаю, что этот рост будет продолжен. Точно я уверен, что индекс доллара сможет дофиксировать недельный рост, если в эту пятницу не разочаруют данные по рынку труда. Потому что если отчетно он фармферос будет неплохим, у американского регулятора появится автоматически еще один аргумент в пользу того, чтобы действовать так же агрессивно, как и раньше, в плане процентных ставок и не падится относительно посредствий за экономический рост и так далее. Рынок труда, для тех, кто забыл, это один из самых лучших и объективных индикаторов общего состояния американской экономики. И резерв об этом неоднократно говорит. Я сторонник того, что при каждой неплохой коррекции индекс доллара нужно выкупать. При этом я бы не сказал, что вот эта коррекция была настолько хорошей, что можно действительно открывать длинные позиции. Для тех, кто вне сделок, я бы порекомендовал все-таки даже попробовать дождаться снижения в районе 110 и уже действовать на долгосрока оттуда. Для тех, кто не привык ждать и согласен с тем, что индекс доллара только одна дорога вверх, при этом неважно, откуда его купить. Считайте, что текущий уровень тоже для этого подходит. Дальше давай разберем ситуацию с европейской валютой. Сейчас котировки 0,97-0,92. В прошлый раз я рекомендовал смотреть на уровень 0,98. Если будет коррекция к этому значению, это возможность снова зашортить евро уже с целями, подначенными в сети, в норме стенды на отметке 0,95. Для тех, кто, опять же, хочет прокатиться на вот этом развитии нисходящего медвежьего охрана главного валютного риска, ну, это, в принципе, сделка уже отработала. Ну, точнее, мы уже в ней, потому что отложка была 0,98. Сейчас котировки чуть пониже. Считайте, что такие же уровни, как я рекомендовал по отложке, поэтому можно шортить эти текущие значения для тех, кто сделки еще не открывал. Причины, почему евро будет снижаться, да и, собственно, те же самые. Ничего не изменилось за неделю. Это такой прессинг со стороны американского доллара. Это энергетический кризис, именно риск политических фрагментаций. Это тоже, по-моему, Виталий, мы с тобой обсуждали, в том числе и потенциальный развал, распад Европейского Союза, если отсутствие единственного во мнения будет усиливаться со временем. Этот проект европейской валюты действительно может развалиться. Не вижу причины сейчас, чтобы евро покупать. Вообще ни одной, как бы я не хотел сейчас обозначить, найти какой-то фактор поддержки. Ну, кроме как откаты вследствие технической коррекции, у меня прямо ничего на ум не приходит. И при таком фундаменте, при таких составляющих, я даже и не буду рекомендовать вам, друзья, ставить на рост в район паритет и так далее. Потому что, на мой взгляд, это маловероятно. С большей вероятностью мы прямо с текущих уровней уйдем снова на тест 0.95. Так, золото, которое тоже я в прошлый раз рекомендовал в качестве инструмента, за которым стоит посредить, делал больше упор на геополитические риски, что они могут все-таки перевесить фонд, связанный с ростом доходности американских облигаций, укрепление доллара. И геополитика у меня прям была центральной идеей. То есть, как фактор поддержки для этого актива, рекомендовал покупать золото с уровня 1650, сейчас котировки повыше, 1662. Кому немножко боязно, можно перевести без убыток. И если золото все-таки обвалится в ближайшие, ну, ничего страшного, тогда будем искать вместе точки для повторного входа. Но я думаю, что все-таки золото, как минимум, на текущих уровнях удержится и, в конечном счете, выйдет выше вот этого диапазона, который прослеживается по торговке 1655-1680 и уйдет на становление локальных максимумов выше уровня 1700. Так, и еще была сделка по американскому фондовому рынку по S&P, фактически рекомендовал шорт с уровня 3750. Сейчас котировки уже 3596. До цели мы еще не добрались 3500, но я думаю, что это вопрос времени, потому что даже сейчас на 4-часовом таймфрейме мы видим, что индексы снова продают, и это отражает, опять же, общую панику, которая сейчас присутствует в мире из-за геопатического фона. И невозможность или неспособность фонды, что ли, сопротивляться в перспективе проведения более жесткой монетарной политики в США. Поэтому цели 3500, они, мне кажется, не то чтобы реалистичны, но они более чем достижимы. И думаю, что даже если в ближайшие дни это произойдет, прям в ближайшие сессии, можно будет метить впоследствии назначения пониже, но об этом, я думаю, мы прокомментируем с тобой в следующий раз. Виталий, слово тебе. Виталий, слово тебе. Так, ну, помимо, скажем, этих новостей, которые ты обсудил, non-farm parlance, да, это довольно интересная, сильная новость, и в пятницу, ближе к пятнице, там, четверг, пятница, можно будет понять, вот, скорее всего, как повлияют эти новости, если что-то красивое сформируется на рынке. Ну, не стоит так же упускать с виду на этой неделе, у нас там проблемы, скажем, уже проскальзывают и обсуждают. Скорее, есть виз, да, это швейцарский банк, можно что-то там поговорить, что у них достаточно сильные проблемы. Я и ранее уже несколько лет назад тоже говорил, что... Так, поставь на паузу, пожалуйста. У меня экран на секунду. Так, пошла демонстрация. Да. Да. Ну, и так, продолжим, небольшая пауза. Ну, по поводу кредит свист проблемы, что-то поговорят уже там и Deutsche Bank, поэтому нужно следить за этой неделей за новостями, поэтому это достаточно сильные новости, негативные на рынках. И могут европейский рынок пролить сильно. Я ранее писал, что, в принципе, за индексом DAX, там он пробил сильный ключевой уровень, и у него там открывается полет очень сильный вниз. Поэтому, кто работает на европейском рынке, ну, там с акциями работают с индексом DAX или там другие индексы, там, как 40, там британский, французский. И поэтому это все пока среднесрочно смотрится на снижение. Ну, и европейская валюта, в принципе, с тобой согласен. Она тоже среднесрочно смотрится очень далеко вниз, это 0,9 и ниже. Я думаю, что, ну, это не, скажем, не на этой неделе, но все возможно, да, могут пролить за недельку. Но пока работает, кто работает среднесрочно на снижение. Но не исключаем какие-то коррекции. В принципе, на прошлой неделе, когда мы с тобой встречались в понедельник, я говорил, что здесь напрашивается какая-то коррекция. Был небольшой признак этой коррекции, он тоже немножко сформировался. Это среда. Прошел такой мощный импульс вниз. Мы знаем, что импульс является признаком возможной коррекции на рынке или разворота тренда, краткосрочный, долгосрочный. Недавно на YouTube-канале я записывал видео, по крафтке на эту тему. Поэтому, что возможно сказать по индексу доллара? Здесь, вот ты правильно отметил, возможно, как работать спекулятивно сейчас в лонг или дождаться более сильной коррекции. Будет ли эта коррекция? Рано говорить. Вот здесь, если до пятницы проторгуется, проторговочка, что-то наподобие, как было в июле, вот такая, да, то можно будет говорить, что по индексу доллара у нас коррекция затянется в район 110 и, возможно, ниже, да, плюс-минус в таком формате. Евро-доллар аналогично. По евро-доллару тоже прошел мощный импульс. И пошла коррекция. Здесь аналогично. Может затянуться коррекция, там, вплоть до паритета, да, 1,00 и выше. Пока мало информации, то есть сложно по этим инструментам сейчас принимать решение, но возможная коррекция. Дальше по другим активам, что интересно, по нефти. Нефть, я на позапрошлой неделе говорил о шортах, в принципе, мы неплохо отпадали, и сейчас есть такое ощущение, что пытаются этот тренд сильно нисходящий скорректировать. Вот у нас есть такой уровень интересный по бренд, это в районе там 88-50, да, примерно. Вот выше этого уровня возможно спекулятивно работать на покупки. В принципе, можно пробовать из текущих, то есть все, что выше 86, возможно работать на покупку. Но более надежно, как мне кажется, после закрепления выше 88-50, то в моменте, сейчас, если будет пробой какой-то, у нас здесь и нисходящие трендовые линии. Вот я бы работал с нефтью марки Brent на покупку. Но обязательно задерживаться рисков, потому что здесь очень-очень мощный, сильный тренд вниз. Ну и по другим инструментам, вот ты отметил золото по покупку, в принципе, аналогично с тобой согласен. Там, возможно, коррекционное движение сильное наверх, как и по евро, по золоту, был сильный импульс. Так, у меня что-то... Опять зависло, я так понимаю, да? Да-да-да. Ну ты можешь тогда просто словами прокомментировать. Мне кажется, высказалось этого. Поставлю паузу на минутку. Ну, включай. Так, ну по нефти сказал, по золоту. У нас в среду... Вот я ранее писал в телеграм-канале, в своем публичном, кто не подписался, напомню, вот здесь ссылочка есть под видео будет. У нас в среду произошел, как и по евро, мощный импульс наверх. И это говорит о том, что, возможно, у нас появился сигнал на какую-то среднесрочную коррекцию по золоту. Сколько она затянется, на какую глубину, ну, это время покажет. Поэтому есть вариант роста секущих или плюс-минус какая-то коррекция у района 1650, как ты отмечал. Не сильный такой паттерн, но, в принципе, выше 1660. Вот достаточно сильный такой уровень поддержки. Возможно рассматривать покупки вплоть до уровня 1680-1725. Где-то в ближайшее время, возможно, мы туда дойдем. Ну, не сильно такой красивый паттерн, но возможно. Аналогично по серебру. Напомню, я последние наши две битвы... Я был медведем, да, я давал рекомендации, что за прошлый понедельник, что в прошлый понедельник. В принципе, мы неплохо отпадали. Очень красиво получилось в прошлый раз. Я давал лимит на 19, по 19. Шорт неплохо отпадали. Я думал, будет пониже падение. Но, скажем, появился сигнал на покупку. То есть, сильный мощный импульс в среду. Коррекция. Я еще не исключал, что мы дальше можем падать. Но по итогу закрытия четверга я понял, что здесь скорее будут покупочки. Я написал ребятам своим покупать. И на текущий момент аналогично. Здесь, возможно, формируется, как и по золоту, какое-то сильное движение наверх. Поэтому серебро пока за покупку, конечно, оно чуть-чуть так подросло. Если где-то скорректируется в район снова 19, то, в принципе, можно покупать со стоплосом 18.50. Ну, напоследок S&P 500. Здесь, что меня смутило. А вот прошлая неделя, как мы заметили, серебро, золото, евро, фунт, нефть пошла на коррекцию. Довольно рискованные активы. А вот S&P 500, ну и там некоторые новозеландский доллар, австралийский доллар, канадский доллар, что там еще. Ну, практически вот эти такие, которые топ, они не ушли на коррекцию. Достаточно так, в принципе, были сигналы одинаковые, но кто-то ушел, кто-то нет. Там, возможно, более глубоко покопаться. Почему? Но, скажем, не всегда так получается. И поэтому я давал на прошлый понедельник какую рискованную покупку. Я говорил обязательно стоплос короткий ставить, там, несколько, там, 20 или 30 пунктов. Вот думал, скорректируется аналогично индекс. Там сильный уровень поддержки был, но он не пошел. И поэтому на текущий момент сигналов на коррекцию, вот как по, условно, по индексу доллара, по золоту, по серебру, здесь нету. И тренд сильный вниз, если мы нарисуем какой-то сегодня-завтра импульс наверх, сломаем вот этот нисходящий локальный тренд за текущий месяц, точнее за сентябрь, то, возможно, здесь какая-то коррекция произойдет. Пока здесь никаких признаков на коррекцию нету, только снижение, поэтому это вот так. Пока фондовый рынок в сильном таком исходящем. Ну, тот же DAX, аналогично вот этот уровень, о котором я говорил. Мы пробили достаточно мощный уровень поддержки 12-422, да. У нас, получается, минимум текущего года, это март, практически все лето мы этот уровень держали, мы его пробили, закрепились. У нас открылась дорога очень-очень далеко падать вниз, на недельном графике. Здесь вот видно, это минимум текущего года, мы его пробили. Возможно, будет какая-то коррекция, в принципе, как типа S&P 500, но она, я думаю, максимум будет в рамках вот этого нисходящего тренда. И дальше снова будем проваливаться до 10 тысяч, да, и ниже. Потому что проблемы в Германии, как мы знаем, там подорвали трубы, у них сейчас идет нехватка газа, экономика будет тормозиться, поэтому здесь перспективы немецких акций я пока не вижу. Я думаю, если еще Deutsche Bank накроется, возможно, его как-то будут спасать, но там очень-очень много денег. Можно, вот, в долгосрочные перспективы. Спасибо, Виталий, за рекомендации, сделки. Ну что, следим, ждем тогда Non-Farm Perils, какие коррективы он внесет в динамику и фондового рынка, и индексы доллара, ну и, соответственно, других пивов тоже. И обсудим уже в понедельник, прямо после Non-Farm, с самого утра будем держать руку на пульсе. Друзья, как и всегда, подсказывать вам, как и что можно делать. Виталий, тебе еще раз спасибо, хорошей тоже торговой недели и увидимся в понедельник. Пока. Пока-пока.